Hi everyone! С вами Ева Лорман. В этом видео уроке я покажу вам новый тренд. Добавим чуточку мороки и проведем эксперимент. А эксперимент будет заключаться вот в чем. Мы будем делать построение граней не при помощи линейки, как я вам показывала в предыдущих роликах, а при помощи нити. Наносим броу пасту на какую-то поверхность, наматываем нить на пальцы и опускаем броу нить в эту пасту, чтобы ставить наши грани. Делаем это уже по принципу предыдущих уроков. Здесь мы уже определили старт точку номер один и от нее строим все остальные грани, опять же по принципу предыдущих уроков. Нитью это делать на первый взгляд кажется несколько легче, но это только на первый взгляд. На самом деле нить это такое шоу можно так сказать или маркетинговый ход. По факту если у клиента асимметричные брови, то нить вам здесь не поможет. Такие вещи делаются только если у клиента своя база хорошая, нет никакой асимметрии, вам нужно просто построить грани для того, чтобы окрасить внутри бровь хной, не выйдя за эти грани. Вот в каких случаях можно использовать нить. Асимметрию нитью не делают, ну по крайней мере мне лично никогда не удавалось сделать нитью грани и исправить асимметрию, потому что у нити слишком большой может быть шаг погрешности. Немножко не в ту сторону повернули руку или пальцы или натяжение нити, немного не такое какое нам надо и все грани уже будут несимметричны. Поэтому да, это все прикольно смотрится со стороны, что вау это прям вот фокус какой-то, как это все можно быстро сделать, но на мой взгляд это делается только на симметричных бровях с хорошей уже формой. Ну что я могу сказать по поводу этого вида построения граней при помощи нити? Есть такое выражение, очень хорошо характеризует конечно этот момент, не было хлопот купила баба порося, вот лучше не придумаешь. Если что это вообще-то пословица украинская, о чем говорит эта пословица? Эта пословица говорит о том, что все шло замечательно до тех пор, пока сам себе не придумал проблемы. Вот именно нить это и есть та проблема, которая сейчас наверняка башню снесет очень многим, потому что интересно смотреть на это, как это кто-то делает уже в обработанном, в ускоренном виде и так далее. И этих видеороликов все больше и больше в принципе появляется и все пытаются это же повторить, причем уверенно практически, что мало у кого это получается сделать так красиво, как например та тетенька из интернета. И в итоге получается такая ситуация, люди начинают думать, что они рукожопы и все, других вариантов у них нет. Либо пытаются добиться каких-то супер мега олимпийских результатов в этом виде, именно построения граней, то есть мучаются с этой ниткой и в итоге я думаю, что большинство остановится только на том, что наверняка снимут ролики, как я это сделала и возможно кто-то разрекламирует, скажет вау, это супер способ, это самое лучшее, что могли придумать броу мастера и так далее. Но я не такой человек, я наоборот больше все это проверяю, просто этому всегда удивляюсь. Зачем? Зачем усложнять себе жизнь? То есть вот именно этот способ построения грани, это и есть усложнение жизни, на мой взгляд конечно. Поэтому я конечно за линейку, за ровную, прямую, жесткую металлическую линейку, которую я вам показала в предыдущем ролике, а нить это шоу, это просто вот фокусы, такие лайфхаки, которые непригодны для жизни, я бы так это назвала. Это мое личное мнение и почему-то я думаю, что оно правильное, я не загналась, нет, просто я неоднократно это попыталась сделать, если у меня не получилось это уже в третий раз сделать быстро, качественно и хорошо, я поняла, что это мне не нужно. Все, эта тема для меня была закрыта. Вот таким способом я вам это тоже преподношу, правду говорю, как это есть. На самом деле даже снять этот ролик мне составило достаточно большого труда, несмотря на то, что у клиента хорошая своя база и об этом говорю, но тем не менее именно линейкой я бы это сделала в пять раз быстрее, честно вам говорю. А дальше я вам покажу окрашивание хной этой же клиентки. А с хной мы уже с вами знакомы, потому что во всех предыдущих роликах я показывала окрашивание именно хной. Опять же dark brown, мой любимый цвет, размешиваем до консистенции очень жидкой сметаны, прокрашиваем первым слоем именно форму обязательно, начиная с наивысшей точки брови, растушевываем сначала на хвостик, затем растушевываем на тело, все это делается аккуратно, чтобы не выходить за за грани, которые я здесь уже построила и в общем-то по большому счету и все. Хна в этом плане конечно мне нравится, еще раз повторюсь, материал в моем личном понимании он достоин внимания, он легче наносится, несмотря на вот эту всю возню, которую вот мы показываем, вот я лично в частности показываю, что вот вроде мы мучаемся, там наносим, растушевываем, на самом деле это делается не до такой степени скрупулезно, возможно, потому что это видео, ролик, показательные выступления, мастера делают это несколько быстрее, все это делается прям так скажем в полтора раза точно быстрее. Какая особенность? Первым слоем мы выводим форму, стараемся на головку не заходить, чтобы не заполнять ее первым слоем, чтобы она не была такого же цвета, как и вся остальная бровь, именно хвостик и одна вторая часть тела должны быть самыми темными, а тело ближе к головке и сама головка это самые светлые части брови. Если вдруг получилось так, что головка неожиданно потемнела или случайно мы там капельку хны растушевали, то это можно все потереть сначала ватной палочкой, чтобы убрать именно насыщенность в этом месте. Коррекцию пинцетом я вам также сейчас показываю, работаем по росту бровей, обязательно растягиваем кожу или натягиваем кожу, ну без фанатизма, конечно, не так чтобы глаза у клиентов на лоб полезли, нет конечно. Для чего это делается? для того, чтобы исключить болезненные ощущения во время выщипывания волосков и по окончании процедуры, как всегда, показываю укладку бровей. У данного клиента брови свои очень хорошие и по длине и по насыщенности, густота замечательная. В итоге можно конечно же сделать еще и укладку, тем более, что это сейчас в моде, это тренд. Вот у нас и получился такой хороший результат. Брови свои, в принципе, достаточно хорошей формы, им необходимо было придать насыщенности. Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман, надеюсь вам эта информация была полезной и интересной и до встречи в новых видео! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу! Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи! Хватит там и танцевать, пора идти видос снимать! Субтитры сделал DimaTorzok